Сегодня я хочу поговорить о коллекционных карточных играх, конкретно о Hearthstone, и о том, как мы тратим деньги на виртуальные объекты, и даже собираем их и привязываемся к ним. Первая коллекционная карточная игра, еще они называются KKI, но я не буду произносить это слово, Magic the Gathering, появилась в 93-м году. Ее придумал геймдизайнер Ричард Гарфолд. Вообще-то в Америке в тот момент уже существовала большая традиция коллекционных карточек, например, бейсбольных, да, со спортсменами, которые ты должен собирать и обмениться со своими друзьями. Но у них была одна проблема. С ними было абсолютно нечего делать. Так что Гарфолд решил превратить эти карточки в настольную игру. Игроки были как маги, которые участвуют в битвах, вызывают себе на помощь существ, делают разные заклинания, и все это они делают при помощи карточек, которые можно собирать. И Magic the Gathering существует до сих пор, и это самая популярная коллекционная карточная игра в мире. После этого было несколько попыток перенести карточные игры на компьютер. Но первой удачной была Hearthstone, которую компания Blizzard выпустила в 2014 году. Она очень похожа на Magic, только тут действия происходят в мире игры Warcraft. Но механика такая же, тоже нужно собирать карты, делать из них колоды и сражаться. Стоит лишь разница, что все виртуально и происходит в компьютере, планшете или телефоне. Blizzard мастера делают простые, аддиктивные, при этом глубокие игры. Поэтому Hearthstone невероятно популярна, по ней устраиваются чемпионаты. Люди, разумеется, очень много ее стримят и зарабатывают на ней большие деньги. Когда Hearthstone только появилась, в ней было всего 350 карточек. Но с тех пор вышло множество расширений. И в одном только последнем расширении экспедиции Ван Гора, которая вышла всего неделю назад. Больше сотни новых карт. Еще одна вещь, которую я не сказал про коллекционные карточные игры, это то, что обычно карты в них имеют разную степень редкости. Ты покупаешь новые карты в бустерах. Это запечатанные наборы карт. И ты не знаешь, что внутри, пока не откроешь их. Поэтому редкие карты у тебя меньше шансов найти. Это важно для коллекционирования, потому что коллекционирование начинается тогда, когда какой-то предмет менее доступен. Он встречается реже других. В Hearthstone есть обычные, редкие, эпические и легендарные карты. На Reddit кто-то подсчитал, что чтобы собрать все карты из экспедиции Ван Гора, нужно потратить 400 долларов. Примерно 22 тысячи рублей по нынешнему курсу. На виртуальные, как бы несуществующие объекты. У коллекционных карточных игр, неважно, реальных или виртуальных, вроде есть практически смысл. В них надо играть, и тебе нужны редкие карты, чтобы выигрывать. Но элемент чистого коллекционирования в них все равно очень силен. Он есть хотя бы просто в названии. Люди коллекционируют вещи по разным причинам. Иногда, чтобы показать, что у них достаточно навыков и денег, необходимых для этого дела. Иногда, чтобы просоциировать себя и вообще выразить себя через то, что они собирают. Иногда, чтобы сохранить что-то важное, что имеет для них смысл, и передать это потомкам. В любом случае, как говорил Жан Бадеяр, человек всегда коллекционирует сам себя. По-моему, обычное коллекционирование в последнее время стало скорее дистигматизировано. Мы с уважением относимся к человеку, который собирает виниловые пластинки, или комиксы, или даже фигурки. Но мы все еще воспринимаем коллекционирование виртуальных объектов, и в особенности трату реальных денег на них, как что-то дикое. Что вы чувствуете, когда слышите про человека, который собрал огромную коллекцию MP3? Или у него есть большое собрание мемов с Пеппе? Или он с пьяну за одну ночь потратил на Hearthstone 3000 долларов? Мне кажется, в связи с файлами и вообще цифровыми данными преобладают две идеи. Во-первых, что они нереальны, ведь их нет в физическом мире, их нельзя потрогать. Во-вторых, что в интернете абсолютно все доступно, и любые данные, любую информацию можно достать на самом деле в мгновение ока. Поэтому собирать их довольно глупо, ведь в них нет никакой редкости. По поводу физического мира, мне кажется, все просто. Данные существуют в нем, на микросхемах и в электрических разрядах. Так же, как литература не становится менее реальной от того, что это просто буквы на бумаге. Или музыка не предстает существовать от того, что мы не можем ее потрогать, и это просто вибрации воздуха. Что же до второго? Мне кажется, что Hearthstone отчасти решает этот вопрос. Дело в том, что у игрока есть возможность уничтожить свои карты. Не просто так они обращаются в так называемую пыль, из которой можно собрать другие карточки. Но важно, что они не вечные. У тебя есть возможность избавиться от своей коллекции. Это делает ее чуть более ценной. Маркус Бун в своем эссе для сборника Contemporary Collecting написал о том, как он случайно удалил свою огромную коллекцию mp3 файлов. И это заставило его поменять свое отношение к ней. Потому что он понял, что цифровые файлы на самом деле гораздо более хрупкие и недолговечные, чем мы привыкли думать. Даже если оставить за скобками то, что в Hearthstone можно уничтожать свои карты, они все равно не вечны. Потому что эти данные, данные коллекции их игроков хранятся где-то на серверах. И эти сервера существуют в нашем мире, и с ними вполне может что-то произойти. Более того, эта игра не будет существовать вечно. В какой-то момент она закроется. И тогда игрокам придется распрощаться со своими коллекциями. Так же, как игрокам десятков онлайн-рпг пришлось распрощаться со всем накопленным там добром. Мы привыкли думать, что в интернете все хранится вечно. Но это совсем не так. Мне кажется, ирония заключается в том, что пока на словах мы можем возмущаться, наверняка вы хотя бы раз удивлялись тому, что кто-нибудь потратил 20 тысяч долларов на астероид в Иванлайн. На самом деле мы уже все делаем и то, и другое. Мы и собираем виртуальные объекты, и тратим на них реальные деньги. У вас наверняка есть коллекция полезных ссылок в закладках. Или может у вас есть папка со смешными картинками. Или ваш инстаграм это коллекция ваших фотографий. И вы наверняка тратили на что-нибудь деньги. Может быть вы покупали фильтры в каком-нибудь фотоприложении. Или подарки ВКонтакте. Гениальность Blizzard заключается в том, что они раньше всех поняли, что у виртуальных объектов может быть реальная ценность. Особенно ли создать искусственную редкость и дать людям установить эмоциональную связь со всеми объектами. Ну и да, еще сделать веселую игру. Примерно как 20 лет назад Ричард Гарфилд понял, что все, чего не хватает пейсбольным карточкам для совершенства, это возможности в них играть. Мне кажется, что мы действительно все в большей степени становимся коллекционерами. И в реальном мире, и в виртуальном. В реальном, потому что виртуального все больше. Нам хочется устанавливать эмоциональную связь со материальными предметами, поэтому мы их собираем. И в этом нет ничего плохого. А в виртуальном, потому что мы создаем все больше наборов и комплектов разных вещей. Да, ваш инстаграм это действительно как бы коллекция ваших фотографий. Или папка с закладками это коллекция полезных ссылок. Или может быть вы отмечаете где-нибудь прочитанные книги или просмотренные серии сериала. А вы что думаете? Как хватаетесь к Хардстоун? Глупо ли тратить реальные деньги на виртуальные объекты? И становимся ли мы все чуть-чуть коллекционерами? Напишите, что вы думаете, и я отвечу на часть комментариев в следующем видео. А теперь посмотрим, что вы думаете про новые версии старых героев в кино, комиксах и так далее. Кори Деймос пишет, что все, что я сказал про классическую музыку, это неправильно. И на самом деле ритм и темп есть. Они жестко указываются автором и редактором. И от них нельзя отходить. А если кто-то это делает, то ценители классической музыки посчитают это ужасным. Мне кажется, важно им ответить на этот комментарий, потому что на этом строилась вся мысль в видео. Я не эксперт классической музыки, сразу предупреждаю, поэтому если кто-то скажет, что я ошибаюсь, мне будет интересно об этом читать, об этом. Но насколько я понимаю, во-первых, что касается ритма, он разный бывает и по-разному интерпретируется. И, например, если взять музыку эпохи барокко, мы просто не знаем, как она игралась. То есть мы не знаем, как правильно играть Баха, например. И более того, в мире классической музыки есть, как бы, разные школы, как играть Баха. Есть, например, аутентисты, которые считают, что они играют аутентично, как тогда. Хотя они точно не знают, как это было. Есть, например, другие варианты, как это можно играть. И, собственно, что касается ритма в музыке эпохи барокко, многие критики аутентистов и такого исполнения говорят, что они играют слишком ровно. Как будто под метроном, как будто блоками ритм. А на самом деле тогда ритм был гораздо более плавный. Имелось в виду, что исполнители будут импровизировать, отходить от него и так далее. Это один из примеров, как можно по-разному интерпретировать ритм. Что же касается темпа, то, во-первых, он обозначается всегда не точно, а всякими итальянскими словами, типа «анданте» и так далее. И значение этих слов поменялось со временем. То есть одно и то же слово в разное время означало разную скорость исполнения. И если взять, например, более поздних композиторов, например, Майлеры, я точно знаю, что есть, например, шестая симфония Майлера, взять два исполнения, дирижер Кирилл Кондрашин и дирижер Джон Барбироли. Эта симфония, она довольно большая, там, четыре части, в сумме они дают больше часа. Но при этом исполнение Кондрашина, исполнение Барбироли отличается на 20 минут. То есть у Барбироли на 20 минут дольше. Настолько Кондрашин быстрее играет, что в эти четыре части в итоге набегают на 20 минут разница. Это очень сильная разница в темпе. При этом оба этих исполнения абсолютно уважаемы, считаются, там, хорошими и так далее. То есть нет, все-таки жесткого темпа нету и жесткого ритма нету, и это подлежит интерпретации довольно сильной и как раз ценители классической музыки это понимают. Несколько из вас написали очень интересную вещь, что в отношении, например, персонажей комиксов не до конца понятно, что именно для них считать важными, да? Если взять, например, Тони Старка. Важно ли для него, для этого персонажа, что он белый, богатый, мужчина и так далее. Является ли это каркасом Железного Человека? Мне кажется, это очень сложный вопрос, на него совершенно точно нет прямого ответа, потому что это имеет самое непосредственное отношение к теме, и многие комментарии на самом деле так иначе на эту тему высказывались, что насколько персонаж совпадает как бы со скелетом. Но мне опять же кажется, что это меняется от персонажа к персонажу, потому что с Железным Человеком, например, все так, а, например, с Тором они сделали очень круто, потому что, поскольку в комиксах Тор всегда был связан с Мьёльниром, да, молотом Тора, и тот, кто его берет, как бы, и есть Тор. Когда его взяла женщина и она стала Тором, она как бы переняла на себя это имя, то есть получилось, что Тор это что-то вроде звания, как бы, которое передается от человека к человеку. И мне кажется, это как раз был пример интересной интерпретации, и интерпретации, собственно, скелета персонажа. А так, да, на этот вопрос абсолютно точно нет ответа, и это невозможно как-то точно померить. Работает исключительно интуитивно, и, как мы видим, интуиция у всех разная в этом плане, то есть кому-то нравится, кому-то нет, и так далее. Еще несколько из вас написали, так или иначе, про, как бы, экономическую сторону опроса, имиджевую сторону опроса, что, типа, про Marvel даже говорить нечего, потому что все понятно, что это пиар, или все понятно, что им просто нужно заработать денег. Мне кажется, это очень, на самом деле, опасное направление мысли. Вообще, про вот мысль, это просто пиар, возможно, даже реально стоит сделать отдельное видео. Настолько эта мысль сильно засела вообще у нас во всех головах. И мне кажется, от нее надо избавляться. Почему? Потому что, да, разумеется, понятно, что Marvel — это издательство, и бизнес, и в их интересах зарабатывает деньги. Понятно, что любая киностузия — это бизнес, и в их интересах зарабатывает деньги. Но мне кажется, когда мы говорим, это просто пиар, мы очень сильно все упрощаем и лишаем какого-либо, как бы, влияния, какой-либо свободы воли людей, которые работают, как бы, в этих местах. То есть мы упрощаем, как бы, организацию в некую отдельную сущность, которая хочет зарабатывать деньги, и ее больше ничего не интересует, и как бы искусство не существует, а есть только зарабатывание бабла, и все. Или только пиар. То есть, да, пиар — это часть этого, разумеется. Но кроме этого еще есть, как бы, живые люди, которые делают эти комиксы, и для них это искусство, на самом деле. И они в это что-то вкладывают. То есть, как бы, есть еще много слоев, короче. И если говорить про все это пиар, то ты, как бы, просто отбрасываешь все абсолютно слои и сводишь все к такой простой, и действительно не очень интересной мыслили. Ну да, пиар, окей, что дальше? То есть, да, об этом важно помнить, разумеется. Я об этом всегда помню. Но концентрировать на это внимание, мне кажется, не стоит. Просто потому, что, как бы, есть, ну, типа, множество других, более интересных аспектов. В случае с интерпретацией персонажей тоже, мне кажется. То есть, да, понятно, что они делают, вот, более разнообразные персонажи, с того числа, потому что это пиар. Но еще по десятку причин, и вот этот десяток интереснее. Фруктовый Чефир написал интересную вещь про то, что он как раз не лезет в супергеройские комиксы, вот, из-за этой бесконечной интерпретации, но при этом он любит комикс Фэйблс. Фэйблс, если не знаете, это комикс про персонажей, как бы, сказок, но в таком современном виде, насколько я помню, они попали в наш мир, и в нем существуют. И он как раз пишет, что, возможно, ему нравится этот комикс, потому что с персонажами сказок у него нет никакой эмоциональной сильной связи. Мне кажется, это очень интересная мысль, потому что, вот, даже если взять только вот эту тему, да, персонажей сказок, очень много сейчас есть таких, даже сразу несколько, по-моему, сериалов, в какой момент шло, где как бы странные версии персонажей сказок. Много такого мы видим, и такой реакции это не вызывает как раз, как реакция на афроамериканку, играющую британу, афро-британку, играющую Гермиону. Видимо, да, видимо, потому что мы не так сильно инвестированы эмоционально в сказочных персонажей. Ну, короче, мне кажется, это очень интересно, потому что мне кажется, что что происходит действительно, это то, что все персонажи переходят вот в этот статус, как бы, не паблик-домейн персонажей, но неких персонажей в более общем поле, с которым может работать кто угодно. И тема, кстати, я вообще не поднял в видео, потому что, на самом деле, это отдельная тема. И я, кстати, точно знаю, что я про него когда ничего не сделал. Это косплей и фанфики, это когда, как бы, неофициальная организация делает новую версию персонажей, это канон, а когда поклонники работают с персонажем и делают новую версию персонажа, но к этому относятся все лучше, потому что это, как бы, не канон, и типа можно. Ну вот, в общем, мне кажется, что все персонажи становятся больше похожими на персонажей сказок, но наша эмоциональная связь с ними все-таки пока еще, как бы, крепкая и старая. И вот тут возникают конфликты, все эти трения. Это все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И это все. Мне надо придумать что-нибудь. Надо придумать что-нибудь, что я буду говорить в конце видео. Какую-нибудь штуку. Пока я не придумал. Пока.